Если в 90-е государственные чиновники лебезили перед преступниками, получая от них денежные подачки, то теперь все наоборот. Чиновники теперь экономически самостоятельные люди, они давно вписались в экономику. Так, например, следствие выяснило, что сити-менеджер Самар Олег Фурсов отпраздновал свой 50-летний юбилей с большим дисконтом. На праздники гуляло около 300 человек, а продукты бесплатно поставляли самарские бизнесмены. Правда, бизнесмены думали, что фрукты предназначены на детские новогодние утренники. В этом скандале разбирался наш корреспондент Вячеслав Николаев. Чиновничье счастье, вид сверху. Гараж, временный домик на 100 квадратов, чтобы голову прислонить, пока не достроится главный трехэтажный. На великой реки Волга рукой подать, так отдыхает от непосильных трудов на благо Самары сити-менеджер или мэр города Олег Фурсов. Впрочем, эти владения он старается не афишировать. Про соседа мэра здесь впервые услышали от нас. То есть здесь он резко появляется? Я даже не знал, что он вообще видел. Вообще не видел никогда. Фурсова не видели в коттеджном поселке еще и потому, что у градоначальника в Самаре еще несколько квартир. Но даже по одной даче, можно судить, мэр живет на широкую ногу. Хозяева коттеджей появляются здесь, правда, нечасто. Это район дорогущих самарских дач в черте города. У мэра, который зарабатывает немногим больше 80 тысяч рублей в месяц, здесь целых полтора гектара. Фурсов успел прославиться на всю страну. На кадрах видно, как подчиненные самарского мэра загружают в автомобиле подарки, преподнесенные Фурсову на 50-летие. Понадобилось два фургона. Банкет по случаю дня рождения градоначальника шокировал размахом. Самая дорогая гостиница города, самый дорогой ресторан, 350 гостей, включая ВИПов, фур турецкого, певица Диана Гурская и самарский губернатор. Тот, как положено, приехал с охраной и мигалками. 50 лет это всегда человек еще очень смело, очень уверенно смотрит в будущее. Пир во время чумы. Именно так окрестили этот банкет стоимостью около 10 миллионов рублей. Посыпались вопросы, почему день рождения праздновали за госсчет, а если платил сам мэр, то откуда денежки? Олег Борисович Фурсов всегда был чиновником, он не занимался бизнесом. Мы выяснили, между официальными доходами Фурсова и стоимостью банкета огромная пропасть. Сити-менеджер Самары официально задекларировал в 2014 году доход в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Интересно, что на прежней работе, на должности министра труда Самарской области, Фурсов заработал в 2 раза больше, 4,5 миллиона. Не только Самара, вся страна называет чиновичей гулянки на фоне экономических трудностей неуместными. Для мэра, буду я его так по старинке называть, или сити-менеджера, это вдвойне нескромно и вызывающе. А уж если это, как выяснилось, породили чиновники рангом пониже, то это уже и преступление. Наконец, кто оплатил в Самаре гонорары поп-звезд? Шпировавшие вместе с мэром гости по телефону выгораживают юбиляра. Торжество было по-семейному скромным. Ну это был не бандитский сходняк, я вас уверяю. Столы не ломились от яд, абсолютно средняя еда, средние спиртные напитки. Был турецкий, который не пел. Он привез четырех длинноногих красоток, которые спили далеко долго, течет река Волга. Однако тут-то и начинаются нестыковки. Сам Михаил Турецкий заявляет, что денег не брал, но все-таки пел. С пустыми руками ведь в гости не ходят. Я сам пел несколько песен, например, «Поговори со мною, мама» для мамы. И пели несколько моих девушек несколько номеров в качестве поздравления абсолютно на безвозмездной основе. Скандал мог бы так и остаться на уровне городских пересудов, если бы не выяснилось главное. Мэрских гостей кормили продуктами, которые самарские предприниматели бесплатно выделили на детские новогодние утренники. Отцы города гуляли за счет детворы. Это мошенничество, а праздник обозначался как детский утренник в честь Нового года. И данные торговые предприятия, кому эти требования были предъявлены, поставили эти продукты в день празднования и юбилея главы города сама. В нашей программе удалось разыскать неравнодушного бизнесмена, с которого началось официальное расследование. Сергей Александров не просто возмутился чиновничьим пиром, он набрался мужества заявить об этом в правоохранительные органы. Хозяина небольшого рынка мэрия обманула. Фрукты просила для детишек, а закусывали ими коньяк на банкете. Попросили помочь фруктам, если есть такая возможность. Был перечислен ряд продуктов, которые нужны, но мы остановились за тем, что мы предоставляем мандарины и яблоки. Затронута святая тема. Наши дети, особенно малоимущие, прикрылись ими, значит использовали эту вещь. Теперь Андрей Власов, заммэра юбиляра и глава департамента потребительского рынка, отвечавший за поставки продуктов на юбилей, задержан. В Самаре заработали электрические фонтаны, именно они создают горожанам новогоднее настроение. А вот детских елок в этом году станет меньше, потому что денег, как оказывается, на самарских ребятишек не хватает. Кстати, 50-летие мэра во всем документам проходило как детский праздник. Не там ли съели, предназначенные для детей, батончики, мишка на севере. Вообще Новый год для детей Самары в этом году будет явно не фонтан. Предновогодний скандал с банкетом, на котором гулял весь местный бомонд, готов перерасти в настоящий Самарагейт. Его главный герой, Олег Фурсов, на экранах подконтрольных телеканалов ведет привычный для функционера образ жизни. Утешает инвалидов, встречается с учителями. Самарское образование, заслужил сеческий похвал. Но выясняется, у Фурсова есть параллельная, непубличная жизнь за кадром местных телекамер. Скромность виду Фурсов тратит на себя миллионы. Свой юбилей отпраздновал трижды, почти всю осень провел за границей. Чиновничья Дольчевита возмутила всю страну. Он начинает гулять, я предполагаю, в Таиланде. Потом гульба продолжается во Франции. Параллельно своим решениям мэр увеличивает себе заработную плату в 2,2 раза. Он копил на этот банкет 20 лет. Вот так, выходит человек, они вам все за идиота держат, да, все-таки, за идиота. Копил и экономил буквально на спичках, заявил сам сити-менеджер. Ради того, чтобы оправдаться, он сделал специальное заявление. Я оплатил все счета самостоятельно. Все, что говорится на эту тему, абсолютно лживо. Все затраты в несколько раз ниже озвученных в прессе и соответствуют моей декларации. Но вопросы себе задавать не разрешил, а вопросы были и есть. Какие деньги, что ваш сын в тупой имеют? Можете логить? Да, какие доходы? С облачением для обучения. Овлачеваете или нет? Старший сын Фурсова Константин, любитель красивой жизни и дорогих часов. Его такхойер Гранд Каррера тянет на полмиллиона рублей. В прошлом году отпрыск мэрского рода поступил в престижный колледж. Обучение в столице Ирландии, Дублине, стоит от полутора миллионов рублей за один учебный год. А ведь еще и жить на что-то надо. Голову в волжский песок, про банкет ни слова, в Самаре вокруг скандального пира заговором молчания. Объясняется просто. Почти весь бомон там пил, ел и веселился. Молчит губернатор, окруживший себя охраной и кордонами полиции. Мы телекомпания РНТВ, программа «Добров в эфире». Мы находимся на входе в здании вашей администрации. Хотели бы подстречаться с губернатором. Возможно ли это? Департамент информационной политики, пресс-служба губернатора Самарской области. Где-то нас просто отфутболивают, где-то трубку не берут. Так что общаться с нами сегодня точно никто не собирается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова